Канала Украинского Радио. Слушайте ток-шоу Радио Крым Реалии на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Главный архитектор Крыма заявила, что на полуострове выявлено более полутора тысяч объектов, не соответствующих требованиям законодательства. Что известно о списке самостроев, подготовленном крымскими чиновниками, как российские власти полуострова борются с незаконными постройками, и можно ли защитить свою собственность, если она попала в этот список. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Головов. Доброе утро. Прямой эфир. Напомню, в эфире Радио Крым Реалии слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. 8.800.10.06.926. Это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Повторюсь, 8.800.10.06.926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-3118. Тема дня. Российские чиновники Крыма насчитали на полуострове 1600 строительных объектов, которые не соответствуют действующему законодательству. По словам главного российского архитектора Крыма Ирины Соловьевой, объекты снесут или придумают для них другое решение. О самостроях говорил и глава Крыма Сергей Аксенов. На пресс-конференции он рассказал, как местные чиновники пытаются решить проблему. Вот смотрите, к делу-то уже перешли. Вот выиграли суд по Кубу, все уже в кассационной инстанции. В январе приступаем к сносу. То есть будет площадь здесь зачищена. При этом по гостинице Калипсо там вопросы тоже, вот я смотрю, были в публичном поле, то есть которые задавали. Сегодня, то есть гостиницы Калипсо, то есть уже насчитана арендная плата за предыдущий период в размере 71 миллиона рублей. Уже, то есть как бы сейчас, уже, то есть органы власти, то есть выступают и сами, то есть подали в суд, то есть на взыскание этой суммы. То есть мы обкатываем инструмент в рамках 409 нашего постановления, нашего законно-республиканского регионального части, введения повышающих коэффициентов, ну с тем, чтобы вот такие крупные сооружения, не тратить на них колоссальные бюджетные деньги. Соответственно, главный вопрос, что упирается в то, чтобы себе такой объект снести, ну очень приличные суммы, то есть как бы нужны. И когда ставишь на, так сказать, грань выбора, то есть что сделать там, систему канализирования, то есть где-то или, допустим, или снести какой-то дом, конечно, канализация там, или там вопрос строительства газопровода, но важнее при любом, при любом там, как бы, варианте. Поэтому вот мы, как только сейчас решение все судебные по этому поводу состоятся, мы на этой гостинице обкатаем, так сказать, все приемы рукопашного боя, то есть будет понятная ситуация. Нет, ну на самом деле просто будет уже ясно, там, в какую сторону мы двигаемся. И продолжаем эту работу. Вот новое руководство, как раз таки, и Кабанов Игнитостантинович такую задачу прямую получил. К сожалению, предыдущее руководство Минстроя с этой задачей вообще не справилось, если по-честному, не занималось вообще. В принципе, собирались списки, качество этих списков, этих объектов. Вот я заворачивал шесть раз у себя в кабинете, вот приносят. Ну, спрашиваешь опять, перерисали, кто хоть смотрел этот список. Посмотрите, опять повключали у людей балконы там, бани там на частных участках. Зачем вы лезете к людям, то есть как бы, если нет жалоб со стороны соседей, в данном случае, если ничего не нарушено. Коммерцию случайно все забывают. Ну, это обычная история. А как тут? Ну, тут там начинают все искать какие-то варианты. Что угодно рассказывать там. Вот что угодно, то есть как бы рассказывать, лишь бы обосновать необходимость данного объекта. Как правило, все равно вы знаете, что так власть придержащим все эти НТО имеют. К сожалению, превратились там за определенное время в кормушку, то есть как бы там частично для должностных лиц, частично для депутатского корпуса. Поэтому работа будет продолжена. Также Сергей Аксенов рассказал о конкретных объектах в Симферополе. Давайте послушаем слова Аксенова. Вчера мне Наталья Федора Маленко звонит по городу Симферополю. Там они вот сейчас, все, у кого закончились договоры аренды вот в конце года, там, ну, значительная часть, там более 30 или 40 процентов тех, кто находился, ну, в таких местах вызывающих, то есть договора продлены не будут, соответственно. А всем остальным всего на год продлят, всего на год, там, в первую очередь касается, то есть там тех объектов, где работает, ну, достаточное количество людей, там, ну, больше, там, трех-четырех человек, там, ну, и те, которые не находятся ни на сетях, ни в центре города и так далее. И вот в течение следующего года Наталья Федоровна обещает, что мы наведем вместе порядок, я ей помогу в этом направлении, именно в части приведения в Симферополе, то есть отработки, опять же, всех правил по НТО. Васюта Андрея Геннадьевича, я на совмине сегодня эту ситуацию обозначал, назначен ответственным как координирующий орган власти в части проверки, то есть, как бы, реальности схем, то есть, по НТО, движение этих объектов несационарных в рамках муниципалитетов, то есть полностью будем координацию вести. Надеюсь, что мне больше повторять не придется, вот с Юрием Михайловичем и с Гациоником проговорили, на Минпроме, то есть, хотя они, еще раз, решения не принимают о выделении, координирующая роль, и вот Андрей Геннадьевич мне пообещал, что у нас не будет больше незаконных несационарных торговых объектов и решений, принимаемых в 2019 году, а те, что есть, уйдут в небытие, то есть, в данном случае, будут снесены. Вот такие вот слова российского главы Крыма Сергея Аксенова. Мы же продолжаем наш эфир о том, как крымские власти борются со самостроями, есть ли какие-либо, не скажем так, сомнительные решения в этой борьбе, и какие самострои действительно должны быть снесены. О списке, на самом деле, известно пока, что мало, однако подконтрольные Москве власти Ялты, к примеру, обнародовали черный список объектов, которым грозит снос еще в ноябре. Незаконными или несоответствующими архитектурным нормам чиновники назвали более сотни недостроев и уже готовых жилых комплексов, возведенных на самой дорогой в Крыму земле. Если владельцам не удастся доказать законность своих строек, их могут сравнять с землей. Поговорим о том, как местные власти решают проблему самостроев на примере Ялты с ялтинским журналистом и правозащитником Сергеем Сардыко. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Сергей, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, а какие объекты попали в список ялтинский? Потому что вот Аксенов, как мы слышали, говорил о том, что порой и в таких списках от местных чиновников можно увидеть балконы, бани. Есть ли там действительно важные объекты, которые при этом возникли без документов, без разрешений? Ну, как таковой список обнародован не был. По крайней мере, на сайте администрации города Ялты, но мы его не видели. Возможно, где-то в документах чиновников, к сожалению, не все обнародуются, не все их планы доводятся до населения. Во всяком случае, о самостроях мы слышим еще с времен правительства Джарты, Могилева, понимаете, меняются государства, меняются тут подходы, да, но суть остается самой вопиющей, да, застройка солнечного пляжа. Там возникает вдруг в 100-метровой зоне комплекс под названием Гагарин. Понимаете, но поскольку это восходит к известнейшему бизнесмену Габестро Московскому, понимаете, то власть с ним начинает договариваться, идут какие-то, к сожалению, нынешние чиновники, они больше конфликтологи, нежели хозяйственники. Понимаете, только что в ноябре в Эрмитаже на Международном культурном форуме была конференция под названием «Южный берег Крыма. Территория всемирного наследия». Нам важно независимо, понимаете, Лихачев говорил, памятники не виноваты, Южный берег не виноват, что он переходит из рук в руки, понимаете, да. И, соответственно, кто бы ни был у власти, кто бы ни был у власти нам, людям культуры, нам, тем, кто искренне любит Ялту, любит Крым, да, нам важно, чтобы сохранились исторические зоны, исторические памятники, да. Вот, мы бьемся уже достаточно долго с тем, чтобы Ялте был придан статус исторического поселения федерального значения. Это сразу резко ограничить высотную застройку. Главный враг Ялты – это высотная застройка. То есть делать высотки – это, ну, нарушается полностью те заповеди архитектора Краснова, автора Ливадийского дворца и главного архитектора Ялты в дореволюционное время, да. Чем Ялты и славятся. Люди любят именно старую Ялту, именно старую застройку. И сейчас напыкивают небоскребы. Скажем, в украинское время такой товарищ Зусманович из Запорожья сделал нам небоскреб под названием Бригантина в самом центре Ялты, да. Полностью закрывает вид на горы, вид на море со стороны гор, соответственно, да. Причем, понимаете, что такое самострой? Все относительно. Этот Зусманович получил там, по-моему, разрешение на пять этажей, да, нормально. Но построено-то было 12, вот. И потом его разбирали во времена Джарты, да, что делать, да. Но этот бизнесмен заплатил сколько-то в бюджет, и вроде бы это стало законным. То есть что такое самострой? К сожалению, опять-таки, мелкие частники, да, там балкончик, там можно убрать. А вот то, что сделаны потери крупные, крупными хищниками, как мы говорим, да, которые получают разрешение, а потом, помимо разрешения, надстраивают еще там пять этажей. И такой у нас архитектор был главный приступов Владимир Иванович. Он любил повторять в условиях сложившейся застройки. Если мы говорим о простых людях, да, о застройке чисто такой небольшой, да, то вот вопиющий случай произошел в 15-м году. В 15-м году жила у нас такая Шибаршина Мария Яковлевна, участник Великой Отечественной войны, летчица в Москву обороняла от фашистов, да. Вот, она жила в двухэтажный домик. Вдруг, нежданно, негаданно соседи выстраивает вплотную перед ее окном особняк, понимаете, сделав из ее окна фактически, ну как, закрыли ей мирное небо, да. И сколько бы мы ни бились, мы ни бились, вот, к сожалению, приостановить выстроили они, да. Люди пошли в суд. Мария Яковлевна, к сожалению, умерла там за это время, да. Вот, она уже была преклонного возраста. И по сей день мы не можем снести. То есть есть решение судов, но нам товарищ Чаупанов, администрация Ялты, говорит там, видите ли, нет денег в казне города, чтобы снести самострой. Понимаете, потому что надо за счет муниципальных денег, потом уже, когда снесут, то расходы на снос должен, собственно, компенсировать. Вот так. Поэтому достаточно все, к сожалению, мутно, неясно. Аксенов абсолютно прав в одном. В том, что в Крыму не хватает квалифицированных кадров. Я бы добавил еще и патриотов. Патриотов российского Крыма, да. То есть, Сергей, я просто, чтобы резюмировать, смотрите, вот, то есть, по большому счету, понятно, что в Ялте есть энный список самостроев. Он пока что неизвестен широкой общественности. Но вот что власти делают? Они, условно говоря, они сносят эти самострои. Они говорят, что у них нет денег на их снос. Они договариваются. То есть есть какой-то общий сценарий? Потому что вы привели много примеров, а вот мы сейчас хотим понять какую-то общую тенденцию, что происходит в Ялте. К сожалению, к сожалению, привкус денег, привкус коррупции чувствуется, да. Опять-таки, я не устаю повторять. Ни в одном российском регионе такого не было, что два зама губернатора по ФЦП были арестованы. Козурин и Нахлупин, да. Поэтому, к сожалению, очень вяло, очень много разговоров, много реляций, деклараций, да. А, к сожалению, по Ялте, что фактически при Растенко только снесли комплекс еда. Это жуткий комплекс, который в украинское время был построен и полностью перекрывал вид на маяк, вид на бухту, на море, да. Набережная стала улицей, вот, понимаете. Вот единственный пример, который я могу вот так реально привести из резонансных, да. Потом вчера вот опубликовал Медведев список лиц граждан Украины и украинских фирм, которые нежелательны для России, там, санкции, да. Там вот, скажем, Куницын или Яценюк, да. У Куницына дом построен в природоохранной зоне Салгира в Симферополе. Как сносить, не сносить. Но у него же масса связи, масса, то есть в нынешнем правительстве Крыма многие с ним работали, да. Или, скажем, Яценюк, да. У Яценюка в Ялте кинотеатр «Сатурн» и дом торговли, понимаете. Там через аффилированных лиц, вот, но мы знаем, что это его. Вот, насколько там, понимаете, это все будет проверено. Мы знаем, что при Украине был закон о культуре, и объекты культуры, в частности кинотеатры, не приватизировались. Насколько мы пишем обращение в российскую прокуратуру, мы требуем вернуть кинотеатр «Сатурн» жителям Ялты, понимаете. Почему он вдруг оказался в частной собственности. Вот, поэтому, к сожалению, крымская фемида, крымские правоохранительные органы пока очень неторопливы, пока очень избирательны. Но мы надеемся, что вот недавно в августе новый начальник полиции Крыма к нам приехал, да, Тарубаров, да. И недавно Михайлюк, новый начальник ФСБ. Ну, дадим им время там какое-то, чтобы они вошли в курс дела, и мы надеемся, что они наведут, наконец, порядок в российском Крыму. Сергей, Сергей, давайте вот на этом поставим точку, просто эфир наш стремительно заканчивается. Я хочу поблагодарить вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с ялтинским журналистом и правозащитником Сергеем Шардыком. Мы продолжаем говорить о самостроях в Крыму. Буквально через секунду к нам присоединится Алим Мамбетов, юрист по земельным вопросам. Я же хочу напомнить нашим слушателям, что мы работаем не только днем, но и вечером. И в нашем вечернем эфире вы, само собой, услышите самые важные новости дня. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио Крымреале. Мы продолжаем говорить о проблеме самостроя в Крыму. Напомню, что буквально недавно был опубликован список объектов, не соответствующих требованиям законодательства. О том, что этот список появился, рассказала главная архитектор Крыма. Всего это речь идет о 1600 объектов. И по словам архитектора Ирины Соловьевой, объекты снесут или придумают для них другое решение. Очень важно, что проблему самостроев решают не только крымские чиновники. Об этом очень, я бы сказал, активно говорят и в Москве. Так, секретарь Совета безопасности СССР Николай Патрушев заявил, что в аннексированном Крыму выявлены факты бездействия органов местного самоуправления по сносу самостроев. Об этом он говорил 9 июля в Севастополе на совещании. Не налажен действенный контроль за поступлением платежей за пользование земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности. Затягивается принятие правовых и управленческих решений. В области жилищного строительства выявляются факты бездействия органов местного самоуправления при реализации полномочий по сносу самовольно возведенных объектов строительства. Так цитирует Патрушева информационное агентство ТАСС. Патрушев отмечает, что в большинстве населенных пунктов Крыма отсутствуют генеральные планы и документы территориального планирования. Не проведено зонирование особо охраняемых природных территорий. Также он добавил, что не приведены в соответствии с российским законодательством акты в сфере земельных правоотношений. И вот о том, как должно выглядеть, согласно российскому законодательству, скажем так, юридическое поле и практика крымских чиновников, мы сейчас поговорим с членом правления Союза архитекторов России Алексеем Комовым. Алексей, здравствуйте. Да, доброе утро. Вот только что я процитировал слова Патрушева, правда, полугодичной давности, но тем не менее тема самостроев постоянно педалируется российскими чиновниками, которые приезжают с проверками в Крым. И, соответственно, хотелось бы узнать, а как это в России? Как должны действовать местные чиновники по отношению к зданиям, которые не соответствуют законодательству? Все должно быть по закону. Если здание не соответствует по юридическим актам, оно должно быть смесено. Но, в принципе, для Крыма то, что касается самостроев, это вообще символ такое. Все, что связано с незаконным строительством, при этом совершенно разного масштаба, здесь тоже нужно понимать, что одно дело, это какая-нибудь свечка в метровой зоне, да, либо в природоохранной зоне, либо это надстроенная трансформаторная будка для того, чтобы выжить простому горожанину. Это совершенно разные масштабы. Но законно все эти люди и для хищного застройщика, и для, собственно, простого-простого человека. Но, к сожалению, страдают, в первую очередь, не копные, да, коммершанты, а простые люди, которые зарабатывают себе на хлеб, сдавая квадратные метры, либо настраивая свои магазины. То есть, здесь должна быть единственная политика. Закон должен быть единственным для всех, а ведь для кого-то он будет не выборочно. Поэтому, к сожалению, все, что касается борьбы с самостроеной, ну, как, эти два года было предвидительно, идем в закон, в зоне АПЗ, они тоже как-то не сработали. Те-то, ну, что-то сносится, но именно такое, скажем так, массовое, да, при этом политическом воле, она, к сожалению, и непроярна. Более того, просто снести, да, но вместо этого же нужно предложить действительно что-то взамен. Просто оставив людей без пуска хлеба, этим самым спровоцировав социальный взрыв, тоже в этот момент действительно отсутствия какой-то стратегической планирования. То есть, это одно за другое цепляется, и, к сожалению, мы видим то, что видим. То есть, эта история затягивается, потому что у всех разные интересы. Крым – это компактная территория, все друг друга знают. Вот, поэтому здесь есть момент очень серьезного и большого удовольствия, действительно, со стороны центра, потому что, ну, действительно массового сноса, да, при этом предлагающего не просто все снести там до основания, до тем, а что, собственно, на этом месте будет. Как будет развиваться, развиваться территория, это связано не только с генеральными планами, да, а, в принципе, еще и с социальной политикой. То есть, еще раз пишу, одно дело – это большие комплексы, построенные там, около моря, а другое дело – квадратные метры, которые несчастные горожане просто за счет мертвы выживают. Вот, это разные-разные масштабы. Эта политика должна быть между собой регулирована, а то иначе мы действительно получим не просто, там, красивые города. И города нужно работать с малым бизнесом, нужно работать конкретно с людьми и не просто их спасить, а с этим бизнесом они похожи. Можно работать с правилами двугоустройства, с регламентами. Алексей, я просто хочу уточнить, смотрите, вот если мы говорим о Крыме, мы только что беседовали с ялтинским активистом, который говорит о том, что часто в случаях промедления со сносом неких самостроев, особенно если речь идет о большом бизнесе, то есть подозрения в коррупционных каких-то причинах. С другой стороны, снос самостроев требует также денег муниципальных, их нужно выделить на это. Само собой, деньги не всегда есть. Плюс еще, о чем говорят часто чиновники, главный архитектор Крыма в частности, что здания – это имеют документы, которые были получены еще до 2014 года. Получается, что по украинским документам вроде как здание легальное, по российским законным нормам оно уже нелегальное. Вот по вашему мнению, что является основной причиной вот такой задержки? Коррупция, недостаток средств, чтобы привести все в порядок, или вот юридические коллизии? Ну, вы знаете, первое, второе, третье, но если говорить непосредственно там юридической составляющей, то в принципе вообще существует три опции. На момент вхождения Крыма в Россию, в конце концовая норма была принята то, что законодательный акт Украины принимается на тот момент, как Крым вошел в Россию. У нас, по сути, есть три опции, три, sorry, где украинское законодательство и российское для данного объекта они ответственны, это первое, то есть здесь когда все нормально. Второе, когда есть различия между украинским законодательством и российским, это второе, второе, третье, когда вообще ни одному законодательству соответствует одно, не первое, не второе. Поэтому, третье, конечно, нужно спросить, когда документов нет, вообще принципа, то есть это нужно не подвести, нет никаких вопросов. Основная проблема, это именно когда вторая, то есть вроде как соответствует украинскому законодательству, но между украинским и российским есть определенный зазор. Зазор. И вообще тоже надо представлять, что в Крыму это наслоение и украинское, и российское в переходное период. Вообще основная важная профессия востребованная в Крыму это профессия еврейская, которая знает и российское законодательство, и украинское. Алексей, я вынужден, к сожалению, вас прервать, просто время эфира нашего подошло к концу. На связи с нами был член правления Союза архитекторов России Алексей Комов. Мы говорили о самостроях в Крыму. В студии с вами был Александр Голубов. Радио Крымреали. Услышимся.